Здравствуйте, я Алиса Рутвинян, специальный корреспондент телевизионной программы от популярного канадского веб-журнала на русском языке, доступного по адресу в интернете vestnik.ca. Как вы, наверное, поняли, в ближайшие 30 минут мы предложим вам удивительные и очень необычные репортажи о нашей канадской жизни. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы неплохо поработали, поэтому будет очень интересно. Жить в двух шагах. От метро и того, что важно. Кондоминиум Пальма. Три минуты ходьбы до станции Финч на линии Янг. Суперсовременные квартиры, бассейн, спортзал и даже веранда для гриля. Чтобы выгодно купить новое кондо, звоните. 416-306-1000. Невероятно, насколько переменчиво бывает наше мнение. Вот, к примеру, выставка британского живописца Уильяма Тонера, ныне неоспоримого мастера сентиментальных и романтичных пейзажей, умение которого передать на холсте воздушную дымку, солнечный свет, туман считается эталонным. А в 19 веке художника, живопись которого из-за близости его работ к абстракционизму современники не принимали и не понимали. Причем настолько, что королева Виктория даже отказалась пожаловать Тонеру почетное рыцарское звание. Выставку теперь величайшего британского художника всех времен представляют в галерее изящных искусств Онтарио. На выставке под названием «Картины, которые освобождают», представляют более 50 работ великого художника из коллекции одного из крупнейших лондонских музеев Тейт-Британия. Все они относятся к позднему периоду творчества британского мастера пейзажа, времени, когда за плечами художника уже были десятилетия творческого поиска нового художественного языка. Цвет и краски, пожар в крепости Тауэр, снежная буря на море, ангел, стоящий на солнце. Это название картин, которые Тернер писал на исходе своей жизни, часто преодолевая недомогание и боль от тяжелой болезни. Но писал он о солнечном свете. Дэвид, это правда, что Тернера считали своего рода чудаком в те времена? Возможно, Тернера в те времена считали очень противоречивым, а не сумасшедшим. Без сомнения, он был эксцентричной фигурой. Он был очень невысокого роста, достаточно полнотелый, и у него было очень загорелое лицо, ведь он очень много времени проводил на улице, рисуя натуру. Успех пришел к нему быстро, в начале карьеры. Это означало, что он не был стеснен финансово и мог позволить себе работать и не думать о мнении критиков или публики. Начиная чуть ли не с подросткового возраста, он начал экспериментировать как художник. Эта выставка относится к периоду его последних 15 лет очень долгой жизни. Представьте себе, что он рисовал на протяжении 64-х лет, и никогда за свою художественную карьеру он не упускал возможности творческого эксперимента и поиска, чтобы каждый день создавать новое. Я где-то читал, что его искусство не особенно принималось современниками. Да. И что зарабатывать на живописи у него не особенно получалось. Правда. К счастью, у него был дар чертежника, и на этом он хорошо зарабатывал. Но в то же время, поскольку он постоянно экспериментировал в своем творчестве и постоянно разрабатывал какую-то новую тему или новую технику, или экспериментировал с новыми материалами или с композицией, его творчество вызывало очень неоднозначную реакцию. И половина общества, и половина критиков считали невозможным принять его творчество и попросту смеялись над ним. Пресса его высмеивала чуть ли не каждый день, но он был независим в своих поисках и не обращал особого внимания на происходящее вокруг. А чем его работы так революционно и необычно? Для нашего дня ничего такого. Когда он начинал, пейзажи того времени выполнялись в определенном стиле. Много тщательно прорисованных деталей, ограниченное количество красок. Все было беспроигрышно, очень традиционно, консервативно. И постепенно Тернер пришел к пониманию того, что художественный язык этой традиции не подходил ему. Как живописцу ему хотелось найти собственный язык. Он подолгу жил в окружении природы. И, может быть, его великое изобретение – это наполнение пейзажей эмоциями. И это то, что до него никто не делал. Причем не какая-то определенная эмоция, а целый диапазон эмоций. Так что работы, представленные здесь, с одной стороны, очень безмятежные, умиротворяющие, почти что сны, и, конечно же, прекрасные. С другой стороны, это работы полные неистовства, ужаса, беспокойства. Тернер прекрасно знал, насколько может быть опасна окружающая нас природа. И он очень хотел передать этот широчайший диапазон эмоций, которые она способна вызвать у нас через вот пейзажи. В разных энциклопедиях его называют величайшим художником всех времен, по крайней мере, в Великобритании. Почему? Он великий в силу многих причин, очень многих. Для начала у него была очень длинная художественная карьера. Во-вторых, он никогда не останавливался в своих экспериментах, в поисках того, как он может добиться максимального творческого воздействия. И, наконец, он наполняет свои работы почти театральной по степени воздействия силой, которой до него в пейзажах никто и не мог представить. А уже позже появились импрессионисты, и его работы оказали влияние на них и на множество художников в Европе. И, конечно же, позже в Великобритании и в Канаде, и в США он сходил с ума от гор, этой высоченной грандиозностью, этой завораживающей силой вершин. Его невероятно привлекала морская стихия. И эта тема стала одной из его любимых тем. И не может быть споров о величине его влияния на художников-маринистов. Наверняка на Айвазовского. Да, я знаю работы Айвазовского. Кто знает, но, наверное... Известно, что вода и солнечный свет – это два понятия, которые Тернер ввел в живопись. И что без Тернера не было бы импрессионистов. Я тоже так думаю. Знаете, эта выставка до Торонто демонстрировалась в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско. И, конечно же, работы приехали из Лондона, в Англии. И на выставке в нашем музее мы захотели создать специальную секцию, посвященную свету, атмосфере. Наверное, сложно найти более сложную задачу для художника, чем изображение солнечного света. Ведь он постоянно меняется и бесконечен в своих проявлениях. И Тернер посвятил свою жизнь тому, чтобы постоянно наблюдать. Очень важное слово – наблюдать за окружающим миром, проводя очень много времени на природе с блокнотом для зарисовок. И обдумывая, как лучше использовать свои акварельные или масляные краски для того, чтобы передать на картинах эту энергию постоянно движущихся атмосферных условий. В какой-то мере он был ученым-исследователем, пытающимся добиться понимания природных феноменов. А какие ваши любимые картины на этой выставке? Я могу сказать, что вот это изображение лодок всегда, с детства, завораживало меня. Знаете, многие работы Тернера плохо получаются в репродукциях. Поэтому меня, наверное, постоянно занимало, что же там происходит с этими лодками. Теперь-то я, конечно, понимаю, в чем тут дело? Я всегда думал, что там изображено два корабля, которые встретились в море. Но теперь я вижу, что кораблей не два, а один. Это картина посвящения приятелю Тернера, погибшему в море, и, соответственно, похороненному в море. Так что это своего рода траурное посвящение близкому другу. Тернер жил в период развития новых технологий, когда и паровые двигатели, и паруса использовались в мореплавании. Почему я в детстве не мог понять, что же там на картине? Потому что там изображен один корабль. Но для переходов по морю он использовал как пар, так и паруса. Это и пароход, и парусник. Вчера на ночном небе была полная луна. И смотришь на нее, и понимаешь, как же сложно даже сфотографировать это. И с картинами Тернера также нужно видеть их вживую, а не в репродукциях, чтобы составить впечатление. Это совершенно точно. Тернер постоянно наблюдал за природными феноменами. К примеру, он очень любил посещать Венецию. Ведь это волшебный, прекрасный город. И однажды один из его коллег-художников видел, как очень поздно Тернер стоял и рисовал. И эта сцена вызвала у коллеги-художника чувство вины. Пока он курил и, скорее всего, выпивал, Тернер в полночь пытался запечатлеть на картине сложный для передачи красками и волшебный лунный свет. И на нашей выставке эта картина представлена. Венеция ночи, полная завораживающей мистики и эффектами. Тернер обладал сразу двумя выдающимися дарами. Первый – это талант наблюдателя. И второй – это воображение, которое помогало ему передать свои наблюдения художественному языку. Таким образом, создавая что-то такое, что выходит за пределы простой констатации феномена. Предметы и явления, хотя и растворяются в стихии и в свете, на картинах Тернера, настолько наполненная эмоциями, что никогда и не скажешь, что его романтическое изящество, как и полагается настоящему исследователю, происходило от непрекращающихся попыток художника познать стихию. К примеру, известна история, когда для того, чтобы понять и почувствовать суть природных явлений, Тернер приказал привязать себя на четыре часа на капитанском мостике корабля, плывшего в штормовую погоду по морю. Так великий художник пытался добраться до сути природных явлений. Возможно, в наше время глобальных климатических изменений погодной драмы никого не удивишь. Но такая непогода, как туманы, бури, молнии, как на картинах Тернера, не только завораживает, но также вдохновляет на поиски наслаждения от созерцания мастерски запечатленной энергии стихии. А уж про солнечный свет, про который художник якобы уже на смертном одре сказал, что это и есть божество, и нечего говорить. Нужно только смотреть. Так что рекомендую не пропустить эту выставку. У каждого свой идеал дома. Мы поможем воплотить в реальность вашу мечту с наименьшими затратами и с наибольшей выгодой для вас. Будьте счастливы в вашем доме. Звоните 647-833-6600. Как известно, составить мнение об уровне развития общества, а также отношения его членов друг к другу, можно просто понаблюдав за тем, как члены этого общества обращаются с животными. Особенно с бездомными. И в этом плане четвероногим питомцам Общества защиты животных провинции Антарио, похоже, можно только позавидовать. Это общество создали в 1873 году. И одним из первых достижений в его работе явилось то, что уже в 1887 году в Антарио появился специальный офицер полиции, который занимался исключительно вопросами жестокого и негуманного обращения с животными. Иронично, что в большинстве передовых стран той эпохи не то что о благополучии животных не задумывались, а даже не позволяли женщинам принимать участие в выборах и вполне легально эксплуатировали труд детей и рабов. От слова «приют» веет чем-то холодным, чем-то, что совсем неуютное, скорее всего, маленькое и вообще больше похоже на тюрьму. Но жилищные условия обитателей в этом приюте для животных в Нью-Маркете вызывают у меня не только восхищение, но и зависть. Возможно, от того, что в моей квартире места всегда не хватает. За почти 150 лет существования Общество защитных животных Антарио научилось не просто находить заботливых хозяев своим питомцам, но даже делать это самыми продвинутыми методами. Скажите, как вы здесь подбираете хозяевам питомцев? Эта программа называется «Подбери себе друга». Мы оцениваем характер наших котов и собак. Когда приходят желающие забрать отсюда животное, они заполняют анкету, чтобы выяснить, какой у них характер. И на основе результатов мы подбираем совпадающие характеры. И что же люди пишут в этих анкетах? Система делит всех на типы характера. Каждому из них соответствует определенный цвет. Зеленый – это такой энергичный характер. Мы его называем «душа вечеринки». Также фиолетовый – это такие застенчивые лежебоки. А оранжевый – это личные ассистенты или компаньоны. Какого рода животные у вас здесь есть? Ну, у нас тут собаки, кошки и всякие маленькие животные. Такие как кролики, морские свинки, крысы, птицы и даже иногда рептилии. Я слышала, у вас здесь можно даже лошадь взять. Можно, но в нашем конкретном центре мы здесь лошадей не держим. А в других центрах можно. И вся информация об этом опубликована на сайте общества. Если я хочу взять питомца, как это работает у вас? Все зависит от животного. Если вы хотите лошадь, например, взять, то, как я сказала, это делается в других центрах. Но в принципе все просто. Обращайтесь к нам, заполняйте анкету, определяем подходящий характер, приходите и проводите время с понравившимся питомцем, заполняйте бумаги, платите взнос и все. Какова сумма взноса? Суммы разнятся по нашим центрам. Но конкретно здесь за котят 195 долларов, а за взрослую кошку 150, 400 за щенят и 350 за собаку. Все животные при поступлении осматриваются. И поскольку мы хотим, чтобы все выходили от нас здоровыми, со всеми необходимыми привыкками, поэтому и взносы такие высокие. Все животные выходят отсюда стерилизованные и чипованные. И когда необходимо. Мы это делаем в нашей клинике. И если им требуются какие-то дополнительные прививки, мы тоже это делаем. Так что выходят они от нас со всеми необходимыми вакцинами. Примерно сколько питомцев каждый месяц находят свой дом? В этом конкретном центре около 100 животных каждый месяц. А вот если нет возможности завести кошку или другое животное самим, можно прийти к вам волонтерам? Да, мы принимаем волонтеров с большим удовольствием. Они тоже заполняют анкету на веб-сайте общества, потом мы проводим с ними собеседование, и если все хорошо, то за этим следует тренинг. Во время него учат правильно обращаться с животными и профилактики инфекционных заболеваний. Мы хотим, чтобы во всех наших центрах были самые высокие стандарты, а животные здоровые и в безопасности. А после этого можно приступать и к работе. Как сюда попадают животные? По-разному. Иногда их подбирают на улице, иногда их сдают хозяева, которые больше не в состоянии заботиться о них, или после того, как животных забирают за жестокое обращение с ними. У ваших животных такие просторные вольеры? Даже у меня комната меньше. Конкретно нашему центру повезло. Четыре года назад некий меценат пожертвовал крупную сумму на то, чтобы этот центр выглядел так, как он выглядит сейчас. Общество защиты животных полностью полагается на пожертвование, и мы не получаем никаких денег от правительства. Так что здесь так красиво и просторно, потому что нашелся добрый меценат, который пожертвовал крупную сумму на это. А что происходит, если никто не забирает животное в течение долгого времени? Ну, у нас в обществе центры по всей провинции. Если животное никто подолгу не забирает, мы его переводим в другой центр. Это будет своеобразный обмен. Мы им говорим, слушайте, а возьмите нашу собачку, а вы нам кошечку. И, как правило, получается, что после таких обменов животных очень быстро забирают. А вообще, это небольшая проблема. Многих собак забирают в течение 48 часов, а однажды собаку забрали через час после поступления к нам. Иными словами, собаки и кошки, которых вы видите на этих кадрах, скорее всего, уже нашли любящих их хозяев. А ведь прошло совсем немного времени. Канада очень часто возглавляет рейтинги стран, в которых живут самые счастливые люди. А благодаря таким организациям, как Общество защиты животных провинции Онтарио, мы можем говорить, что здесь живут не только самые счастливые люди, но и звери, которые вполне довольны своей жизнью. Здравствуйте. Я адвокат и юрист Екатерина Неумина. Каждый день я помогаю клиентам успешно оформить иммиграцию в Канаду. Обращайтесь. Запись на консультацию по телефону 647-778-1104. Вы наверняка заметили, что неожиданно в ноябре все больше ваших знакомых мужчин отращивают усы. К тому же, проходя мимо вас, всем своим видом показывают, что растительность на лице лелеется для особо благотворительного дела. Усябарь или мувемба ворвался в расписание благотворительной кампании неожиданно и по-мужски прямолинейно. Все началось в Австралии, когда группа товарищей в 2003 году задумалась над тем, как же привлечь внимание к проблемам мужского здоровья и что называется сделать так, чтобы в обществе говорили не только о раке груди, но также и раке простаты, яичко, элементального здоровья мужчин. Было решено всем отрастить усы. С одной стороны, в те времена их мало кто носил, с другой это было прекрасным поводом для начала разговора, ведь он всегда на лице. Затем появилась цель, помимо разговора, собирать деньги на благотворительные программы, связанные с мужским здоровьем. Ныне можно с уверенностью сказать, что тот разговор, начатый австралийцами, принес невероятные плоды. Почти миллион мужчин по всему миру в прошлом ноябре отращивали усы, и было собрано 120 миллионов долларов, из них 30 миллионов 910 тысяч в Канаде. В первую неделю ноября, когда снимался этот репортаж, в штаб-квартире фонда «Усябрь», расположенной в центре Торонто, мужчин с усами было легче увидеть на картинках. До двори ноябрь, а на вашем лице нет усов. Почему? Еще нет. Я вообще носил усы, но по нашим правилам, 1 ноября мы должны их сбрить, чтобы начинать мувембр начисто выбритыми, и всем вместе отращивать усы. А что вы думаете, если бы не было этого отращивания усов вместе, вы бы собрали меньше денег? Точно меньше. На самом деле, это все очень связано именно с усами, чтобы вовлечь людей, чтобы было весело. Вы даже не представляете, какое количество разговоров и внимание к этой теме вызывает отращивание усов. А разговоры и внимание влекут за собой возможность предложить сделать взнос в благотворительную кампанию или обсуждение мужского здоровья. Организаторы месячника «Усябрь», кроме усов, как повод для разговора о мужском здоровье, в последние годы не признают другие виды растительности на лице. Только усы. Причем все, когда логизировано. Они бывают девяти видов. Имеют название усы-рок-звезды, усы-брата в штатском, усы-знатока-гурмана, усы-квадратная машина, усы-после восьми, усы-регента, усы-абракадапра, усы-дальнобойщика и усы-соломка. Поскольку за усами нужно ухаживать, то многие салоны парикмахерские участвуют с удовольствием в Усябре. Зачем вы участвуете в Мувембере? Это относится к сфере нашей деятельности. Это хорошая благодоварительная компания. И вообще, хорошо получается. Стрижем и одновременно занимаемся полезным делом. Вы стрижете волосы, а в Мувембер их нужно отращивать. Для вашего бизнеса это полезно? Ну, полагаю, что не вредит. Мы видели очень необычные усы. В форме Бэтмена или как хвост обезьянки, например. И что, в ноябре приходится подстригать больше усов? Да-да, точно больше. Многие в другие месяцы усы вообще не носят. А в ноябре у них появляется повод отрастить усы и таким образом повеселиться. И, возможно, даже жен позлить в некоторой мере. Ну, конечно же, это возможность стать соучастником хорошего дела. Так что усы в ноябре это повод для серьезного разговора, а не просто стилистическая прихоть джентльменов. Прежде чем мы завершим программу, хотела бы напомнить, что нас также можно смотреть на веб-сайте по адресу в интернете весник.сей. Также замечу, что мы всегда рады просьбам разместить у нас рекламу. Для большего успеха вашего бизнеса мы готовы не только хорошенько пошевелить хвостом, но также предложить вам привлекательные цены на рекламу среди молодых, активных и экстраординарных русскоязычных жителей Канады. Звоните в наш рекламный отдел по телефону 416-273-8545. Успеха вам и отличного настроения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok